Так, всем привет, ребятки! Меня зовут Максим, добро пожаловать на канал. В общем, сегодня у нас опять помощь работяге, но не совсем обычному работяге. Дело в том, что этот персонаж Ог Бритни, и в общем-то я делал уже небольшой обзорчик на него, но именно для его канала. Да, это один из партнеров, который очень настойчиво хотел, что я бы побольше внимания обращал на его персонажа, на его ПВ-шку, и в общем-то дал несколько советов, ну может месяц назад, может быть полтора. И сегодня давайте посмотрим, какие на сегодняшний день есть проблемы у этого персонажа, чего ему не хватает, что у него могло быть получше. Ну а вы можете заметить, что я в новой хате, я наконец-то переехал, обустраиваюсь потихонечку на новом месте. И в общем давайте смотреть, в принципе сходу что мы можем увидеть. Это ПВ. ПВ не очень популярный персонаж, но все же интересный, как по мне. Лично я бы с большим удовольствием играл бы именно на таком. И переходя к инвентарю, да, ну вот отметим сразу, что уровень 87-й. Уровень, конечно, нужно прокачивать. 87-й это очень мало, нужен 90-й. 91-й как минимум, да, чтобы куда-то уже прорываться. Вот, и значит, что касательно его инвентаря. Давайте смотреть. Венец героя плюс 5-й всего лишь, это очень мало. Нужно понимать, что ПВ это физовский персонаж, это милик, который бьет исключительно скиллами, да, наносит ДПС. И у него по мобам будет, в отличие, допустим, от магических классов, до 100% вероятности критических атак. И этот потенциал необходимо использовать, да, Венец увеличивает мощность критических атак. И, соответственно, это как бы такой катализатор нашего всего ПВЕшного и ПВПшного урона. Поэтому, да, Венец хорошо бы 6-й, 7-й, 6-й, 7-й благословенный. Вот, и было бы круто. Вот, опять же, относительно ЛС, да, урона от зарядов, ну, типа, отсосок, он как бы окей, он как бы классный, но Венец можно заполучить ЛС и получше. ЛС на уменьшение всего входящего урона. Процентиков 7, 8, 9. В идеале, конечно, 10. И как бы этот урон-отсосок, вы его все равно никогда не почувствуете точно, потому что он, в отличие от мощности, умений, силы критов, умений, он не увеличивается. В общем, абсолютно точно нужно пробовать вкладывать входящие ресурсы именно в Венец. Вот, шлем манны у нас 5-й. Сет молнии. Опять же, сейчас давайте сразу посмотрим тогда, да, характеристики. Пока что все идет в силу. Понятное дело, что можно было бы, наверное, попробовать ловкость разогнать сначала до 60, а потом уже качать силу. Но такая схема не работает. Нужно сначала сделать 90 сил, и потом, как только у вас начнет хватать на 60 ловкости, перекинуть, чтобы было 90-60. В данный момент, я думаю, в принципе, все окей. И силу, конечно, тоже нужно разгонять. Да, понятное дело, что мы за уровни получим, там к 90-му уровню еще 3 единички. Но силы очень мало. Даже с учетом силы за уровнем у нас было бы 77 единиц. Короче, это никуда не годится. Потому что сила, это как бы и наша физатака, которая тоже, несмотря на некоторые ошибочные мнения, разгоняет вполне себе урон со скиллов. Плюс еще получим 10 бонусных единичек мощности умений, и это будет, конечно, офигенно. Так, ну маска пробивания плюс 4, ладно, пойдет. Можно на ней особо не заострять никакого внимания. Концы у нас, да, перчатки и ботинки на вампирик. Да, здесь вот даже время передатки физумений минус процентик. Ничего себе. Вот, значит, 7 плащ защиты, ладно, окей. Но вполне себе можно под хороший вент тоже его догнать до 8, до 9, возможно, даже, да, потому что все бы хорошо, но он точно так же, как и венец, дает нам силу критических атак. И в отличие от венца, да, этот бонус, он работает постоянно, а не только когда у нас вылетает триггер. Поэтому относительно плащика можно тоже подзаморочиться, тем более еще бонус ко входящему уровню. А, между прочим, нам уровень очень сильно нужен. Впрочем, уровень и так и так догонится, он никуда не денется вообще, поэтому здесь, конечно, можно было бы поспорить, но я не буду. Вот, ну и сразу видим слот, через который можно было бы подразогнать силу. Да, это кольчужный символ. Либо величие, там в идеале, конечно, фатальность, но нам очень критично иметь две единички силы в символе, потому что 90 силы сами себя не сделают, между прочим. Вот, дальше смотрим на пушечку. У нас громолом боюма, в принципе, пятый, окей, вопросов нету по ЛСам. Я вижу шанс крит-атаки физумения плюс 4,5, силы крит-атаки физумения. Вместо силы, наверное, я бы поставил просто тупо физатаку, ну да ладно. Хардин совсем слабенький, по-моему, так какой-нибудь восьмой хардин можно было бы ставить сюда однозначно. Вот, поэтому с пушечкой тоже есть куда разгоняться абсолютно точно. Седьмая серьга охотника, окей, плюс урон в ПВЕ, да, минус входящий урон в ПВЕ. Меня устраивает, для ПВЕ вообще идеальная серьга лучше не придумаешь. Серьга арфена плюс 2, естественно, это первое, с чего вообще нужно начинать разгон любого ножа, потому что, к сожалению, нож, ну как бы вы не упарывались, ножу все равно маны всегда будет абсолютно точно не хватать. За серьгу арфена ставлю жирный плюс, правильный абсолютно шаг. Первым делом на ножа, конечно, брать нужно именно его. Вторая подвеска слабо, вторая подвеска слабо, нужно, конечно же, хотя бы третью. Так, ну и вентовое колечко, это понятно. Второе, кольцо королевы муравьев. В принципе, хорошее решение, да, обычно я советую физикам, скиловикам от третьего такие вещички покупать, что АК, да, что кольцо королевы муравьев, что кольцо боюма от третьего, но для ножа, в принципе, даже вторая сработает, потому что у него немножко по-другому работает механика разгона урона от скиллов. Правда, вместо этой второй АК, которая, в принципе, особо ничего не дает, я бы, наверное, лучше подразогнал бы венец или что-нибудь такое. Ну, типа, немножко не к месту этот итем, но если можно было его как-то выгодно достать, если он особо ничего не стоил, окей. Камни, вот, опять же, шпинелька, это та вещь, которая будет нам, опять же, давать единички силы, поэтому нужно будет ее подразогнать. Циркон, окей, опять же, он как бы дает силу физ, крит, атак. И, опять же, для ножа это рабочая штука, которая в том числе и бустит ДПС, но, конечно, до шестого разогнать, да, тут и плюс сила критов физатак, и плюс еще, ну, всех критов будет бонус, насколько я помню, да. Было бы до шестого окей, но пока что терпит, вообще можно не рыпаться. Так, у меня немножко заканчивается место на диске. Так, продолжаем, давайте смотреть дальше. Берилл окей, пускай валяется, он дорогой, и, как по мне, особо ничего не дает, можно не запариваться. Коралл, третий уровень. Ну, тут, конечно, нужно чекать вообще скиллы, но, как по мне, как по мне, окей. Можно было бы, наверное, этот вот смертельный импульс еще, и при высокой скорости атаки у нас бы очень хорошо скиллы начинали откатываться. В принципе, у нас мана бесконечная, можно вполне себе со смертельного импульса тоже какой-то урон вносить. Почему бы нет? Потому что у нас темный удар откатывается очень долго, смертоносный удар тоже не может по откату убивать, поэтому вполне себе можно вязать все три скилла. Ну, во всяком случае, если мобов вокруг вас много, потому что, скорее всего, ну, насколько я вижу, в среднем двух скиллов вполне себе хватает. В общем, с этим можно делом экспериментировать, как по мне, смело. Значит, смотрим по талисманам. Благословенный плюс пятый талисман скорости окей, но понятное дело, что талисман скорости, талисман властителя, да, там талисман Евы. Ходим четенько в сады, тем более, этот ПВшка очень способен даже себе там добывать вот эти вот ивентовые нужные итемы, и вполне себе можно разгонять, да, та же Ева. Она, между прочим, защиту очень даже неплохо дает, да, то есть, несмотря на то, что у нас по мане проблем нету, а Ева в основном приобретается игроками для того, чтобы манну экономить, все равно Еву нужно будет разгонять. Ну, талисман властителя хоть и благнутый, но всего лишь пятый. В общем, в сады, я думаю, можно смело еще пока что ходить. То же самое с талисманом Адена. Нужно вытаскивать из кебера эти талисманы, делать седьмой, восьмой благословенные версии, вполне себе окей. Талисман Баюма, как бы да, тоже хорошая тема для разгона силы, но на фоне стоимости высокой заточек для этого талисмана и еще не факт, что он заточится, да, он вполне себе может сломаться, пока что полежит, потерпит. Талисман Бенира, опять же, ждем хорошую акцию, догоняем его от 24 на 27 на 28, это отличная вещь. Ну, хотя бы там, я не знаю, хотя бы 18+, можно подразогнать, но опять же, под хорошую акцию, потому что Бенир собака такая, он не всегда успешно затачивается и просадить на это дело много, но здесь без него не обойтись, без него мы не сделаем 90 силы, это для нас один из самых оптимальных вариантов. Вот, Игнис здесь восьмой, хотя лучше было бы сделать именно восьмую не было, теперь у меня интернет отключился, смотрим дальше. Мы дошли до Агатионов потихонечку, в принципе, к Агатионам вообще у меня вопросиков никаких нет, можно на будущее немножко побольше разогнать не было, потому что тоже очень много всего на самом деле дает, да, и время при зарядке умений, который нам, в принципе, очень даже пригодится на фоне того, что мы на ПВ очень легко можем разогнать в кап скорость атаки. Вот, ну, в принципе, я бы их, наверное, пока что не трогал. В инвентаре у нас даже две кукол есть, кукла Фринтеза, которая тоже единичку силы, между прочим, дает, и кукла Куролева Муравьев, Куролева Муравьев, да, вы правильно расслышали. Пояс, пояс я пропустил, пояс очень хорошо бы сделать седьмой, можно даже обычный, потому что это, опять же, единица силы для нас, которая очень сильно пригодится, сложно переоценить. Давайте смотреть дальше, вот здесь вот можно будет открыть коллекцию, посмотреть на нее. Так, что у нас тут завершено? Ну, коллекции по минимуму заполнены, побольше физатаки можно будет через них подразогнать, но самое прикольное, как по мне, это, конечно, единички силы. Вот единичка силы, вот единичка силы, вот здесь вот тоже единичка силы, и, в принципе, можно подумать, во всяком случае, выслеживать нужные итемы для закрытия вот этих вот коллекций, и будет вообще великолепно вкусно, очень нужны нам единицы силы, вообще как ни крутить. Теперь давайте посмотрим по скиллам, у меня такое ощущение, что, в принципе, скиллы здесь проучены все, ну, или практически все, все нужные, все нужные, да, я вижу, скиллы, в принципе, есть, да, вот этот вот темный удар вполне себе пойдет. Четвертую книжку такое себе, как бы, да, то есть очень дорого, и не особо понятно зачем, не то, чтобы прям сильно увеличиться. ДПС, вот здесь еще какие-то приколы с вольным ветром, макс хп, сопротивление подавления, да нафиг оно и уперлось. Вот, отрешение, опять же, чтобы сбрасывать откат Хайда, но не актуально это дело в эссенсе. Ну, вот это вот тоже чисто под ПП. По скиллам, окей, вопросов вполне себе у меня нету. Здесь вот, если прокачивать, по-моему, начинает рудудуха кушать. Да, начинает кушать рудудухов, и можно будет очень сильно подразориться. Ну и все. В общем-то, мое заключение такое. Нужно, как мне кажется, понимать, что у нас есть косячок с венцом. Вот, венец, конечно, здесь стоит подразогнать получше. Вот, у нас есть косячок с тем, что нету 90 силы. И нужно, скажем так, вот венец себе поставить в приоритет, нужно поставить себе в приоритет те итемы, которые будут давать единички силы, и следить потихоньку за ситуацией. Развивать персонажа, накапливать какие-то ресурсы, чтобы правильно их вкладывать, я бы начал, наверное, с 90 силы и упоролся бы в нее. Если вдруг отличная акция на венцы, можно заняться в том числе и венцами. Вот, такое мое заключение. В целом, персонаж на правильном пути. Можно спокойненько дальше заниматься его развитием. Как по мне, ПВ-шка вполне себе... Ну, может быть, не такой классный фармер, да? Но если подразогнать его, то для каких-то медваровских замесов это будет один из самых вкусных персонажей. Просто за счет огромного количества выживаемости и отличного урона в выделенную цель. Все. Даже не знаю, что еще сказать. Огромное спасибо, ребятки, за внимание. Совсем скоро увидимся в следующих роликах. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok